Всем привет! Меня зовут Мусин Шамиль и я разработчик учебно-методического контента физтехцентра. Сейчас мы с вами разберем задачу по математике под названием целые числа. Звучит она следующим образом. Найдите все такие х, что число корень третьей степени из единицы плюс х плюс корень третьей степени из трех минус х является целым. Итак, давайте обозначим наше число за t. Тогда t в кубе у нас будет равно 1 плюс х плюс 3 минус х плюс 3 корень третьей степени из единицы плюс х умножить на корень третьей степени из трех минус х умножить на сумму корней третьей степени из единицы плюс х и корня третьей степени из трех минус х. И это равняется 4 плюс 3 умножить на корень третьей степени из единицы плюс x умножить на корень третьей степени из 3 минус x. И все это умножить на t. Потому что та скобка, которая у нас была, она ее равняется t. Итак, давайте сначала проверим первый случай, если t у нас равняется 0. Тогда у нас получается, что когда мы взяли в куб и подставили t равно 0, то 0 равен 4 плюс 0. Ну и значит, что t не равно 0, потому что это неверно. Тогда давайте теперь сделаем следующее. Мы перенесем все t в правую сторону. Тогда мы получим, что 3 умножить на корень третьей степени из единицы плюс x умножить на корень третьей степени из 3 минус x. И все это равно t в кубе минус 4 и все это деленное на t. Теперь перемножим наши корни. Получается 3 умножить на корень третьей степени из минус x квадрат плюс 2x плюс 3 равно t в кубе минус 4 деленное на t. Давайте подкоренное выражение обозначим как y. То есть минус x квадрат плюс 2x плюс 3 равняется y. Найдем производную. То есть y штрих равно минус 2x плюс 2. Приравняем производную к нулю и получим, что x равняется единице. Тогда мы можем сказать, что y максимальное равно 4. То есть что это значит? Значит, что подкоренное выражение у нас не принимает значение больше, чем 4. Тогда мы можем сказать, что t куб минус 4 деленное на t это меньше или равно, чем 3 умножить на корень третьей степени из 4. Ну или можно записать, что это меньше 6. Или как можно записать по-другому, t квадрат минус 4 деленное на t меньше 6. Теперь давайте рассмотрим различные t. Какие t нам подходят? Итак, рассмотрим t, которое больше или равно, чем 3. Тогда у нас t квадрат будет больше или равен 9. Минус 4 деленное на t у нас будет больше или равен, чем минус 4 третьих. То есть получается, что t квадрат минус 4 деленное на t будет у нас больше, чем 7. Из этого следует, что для нас t больше или равно 3 не подходит. Значит, t меньше 3. Теперь рассмотрим все-таки t, которые меньше или равны, чем минус 3. В таком случае, t квадрат больше или равен 9. Минус 4 деленное на t больше или равен 4 третьих. То есть получается, что t квадрат минус 4 деленное на t больше, чем 7. Из этого следует, что t больше минус 3. Значит, чему у нас может равняться t? Единицы, двойки, минус единицы и минус двойки. Эти частные случаи сейчас мы и рассмотрим. Итак, во-первых, давайте перепишем известное нам уже уравнение наше, только в другом виде, немного более удобном. t куб деленное на 3t минус 4 деленное на 3t и все это в кубе. Меньше 4. t квадрат деленное на 3t минус 4 деленное на 3t и все это в кубе. Меньше или равно 4. Теперь давайте подставим t равно минус единице. Тогда у нас получается, что в скобках у нас получится 5 третьих. В кубе, если мы это возведем в куб, это будет 125 двадцать седьмых. И это больше, чем 4. Значит, t равно минус единице для нас не подходит. Рассмотрим t равно минус 2. В скобках у нас получается двойка. Если мы возведем в куб, у нас получается восьмерка. И это больше, чем 4. То есть t равно минус 2 нам тоже не подходит. Рассмотрим теперь t равно единицу. И сразу его подставим в одно из известных уже уравнений, чтобы найти x, который удовлетворяет такому t. В остальных случаях мы бы не смогли найти такое t. Если вы хотите, то можете проверить сами, что t равно единице подходит для t квадрат деленное на 3 минус 4 деленное на 3t в кубе. Все это меньше 4. Это условие выполняется, поэтому мы сразу найдем x. Итак, единица плюс x умножить на 3 минус x. Это все равняется t в кубе минус 4 деленное на 3t. И все это в кубе. В нашем случае, когда t равно единице, это все равно минус единице. Тогда мы получаем квадратное уравнение. x в квадрате минус 2x минус 4 равно 0. Наш дискриминант равен 20. а x первое и второе равен единице плюс-минус корня из 5. Теперь рассмотрим случай, когда t равно 2. Опять же, наше неравенство выполняется. Поэтому сразу мы запишем, что единица плюс x умножить на 3 минус x равняется 8 двадцати седьмых. Мы все сделали по аналогии с первым случаем. Тогда мы получим квадратное уравнение. 27x квадрат минус 54x минус 73 равно 0. И тогда для случая, когда t равно 2, x первое и второе равно единице плюс-минус 10 корней из 3, деленное на 9. Итак, мы нашли все такие x, для которых наше изначальное число является целым. То есть мы решили эту задачу. Всем спасибо за внимание. Также мы приглашаем вас участвовать в столичной олимпиаде МФТИ, которая пройдет 30 ноября. Премия и место проведения олимпиады будет опубликована на abitu.net. Продолжение следует...